«Творю, чувствую, живу» – по таким названиям консультативно-образовательная акция в рамках реализации нескольких профилактических проектов накануне прошла в стенах средней школы деревни Черни. На несколько часов территория учреждения образования превратилась в настоящий пункт медучреждения с необходимым оборудованием, а главное – высококвалифицированными специалистами. Профилактические проекты уже реализуются третий год, не на одном объекте уже такие мероприятия прошли, как в основном это для школьников, а также для учащихся ПТУ, СУЗов, высших учебных заведений. Акции, конечно, важны в плане того, чтобы наше подрастающее поколение получало правильную информацию, как сохранить, укрепить здоровье и как в том же учебном процессе, скажем, не получить какие-то те или иные заболевания. Получить консультации эндокринологов и неврологов, наркологов и ортопедов-травматологов, а также психологов, вычислить индекс массы тела и измерить артериальное давление, пройти диагностическое исследование. В одно время это сделать сложно и проблематично, однако не в этот раз. Замечательная проходит акция. Мы очень рады, что эта акция у нас сегодня на базе школы проходит, потому что задействовано в ней очень много детей. Это где-то 300 человек детей задействовано. Всего у нас обучается в нашей школе 630 человек на сегодня. Мы большая сельская школа. Очень положительно, что родители могут привезти детей и получить консультацию невролога, ортопеда, не стоять в очередях, получить бегунки, которые потом вклеиваются в карточки. При выявлении заболеваний врачи-специалисты давали рекомендации, если была необходимость, направляли подростков на дальнейшее обследование. Всего образовательная акция включала в себя три важных и нужных блока для подрастающего поколения. Мой выбор – жить с позитивом, правильная осанка, залог здоровья, школьное питание, здоровое и рациональное. Не забыли инициаторы мероприятий про выступления опытных врачей, одну из которых – профилактика употребления психоактивных веществ. Если говорить конкретно о подростковых проблемах, то, конечно, там идёт вопрос не столько о зависимости от алкоголя, сколько о потреблении алкоголя в неположенном возрасте, в неположенном месте, без полного понимания, осознания возможных последствий этого момента. К слову, подростки не стеснялись. Они активны и с интересом, принимали участие в различных обследованиях. Признаются, вопросы, связанные со здоровым образом жизни, для них важные и актуальные. К нам приехали разные врачи разных специальностей. Они все очень квалифицированные, очень хорошие. И мне было очень приятно принять участие в этой акции. Не пришлось идти в полихлинику. Это всё в шагу до статусу. То есть, это сберегло моё время.